приветствую уважаемый трейдер с вами я мария кухта и вы смотрите рубрику пульс рынка с марии кухты в сегодняшнем обзоре будут свежие торговые идеи для вас на предстоящую торговую неделю по валютному рынку ребят посмотрим индекс доллара посмотрим евро фунт доллар франка новозеландский доллар то есть есть в принципе неплохие предпосылки для того чтобы торговать на ослабление американского доллара по отношению к другим валютам сейчас я расскажу что я вижу по этим инструментом какие у нас есть перспективы то есть это будет краткосрочные перспективы либо какие-то среднесрочные более длительные перспективы у нас рисуются но по крайней мере торговые формации уже более-менее подтверждены и можно пробовать торговать против локальных трендов которые у нас прошли с начала месяца февраля и так давайте начнем с индекса доллара посмотрим текущую ситуацию по данному инструменту по индексу доллара у нас уже есть неплохие предпосылки для того чтобы дальше работать на снижение смотрите три дня снижения которые у нас прошли 9 10 и 13 марта и этот шартовый импульс уже на текущий момент подтвердился это подтвердится как заходной подтвердился в виде окончания коррекции с шартовым локальным перекрытием вот эта вся торговая формация имеет характер вернее имеет название торгового шартового паттерна и дальше я предлагаю работать в сторону и этого торгового шартового паттерна то есть на снижение по индексу доллара да у нас есть краткосрочная лонговая тенденция которая образовалась с начала месяца февраля продолжилась в марте то есть первая половина марта у нас показала продолжение вот этого роста который у нас начался в начале февраля но тем не менее локальная торговая ситуация которую я описала показывает дальнейшее шартовое направление по индексу доллара если посмотреть более глобально на данный инструмент мы с вами можем видеть что инструмент все-таки находится такой более длительной среднесрочной шартовой тенденции среднесрочная шартовая тенденция у нас присутствует по дикте и все-таки если учесть вот этот локальный формат вот этот локальный торговый паттерн шартовый который образовался за последние несколько торговых дней по данному инструменту все-таки можно предположить что этот шартовый паттерн подтверждает среднесрочный тренд потому что только единственный раз текущий раз это единственный раз когда у нас рисуется такая 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 торговая ситуация в шорт до этого с начала февраля только лонговые ситуации здесь были то есть только лонговые подтверждающие паттерны были по индексу доллара ни о каких продажах речи здесь не было сейчас торговая шартовая формация которая уже имеет все необходимые элементы для того чтобы работать на снижение она в принципе сама по себе достаточно для продаж но тем не менее она в свою очередь может подтвердить и более длительный тренд нисходящую тенденцию которая у нас прошла в среднесрочной в среднесрочной перспективе и дает возможность определить движение движение наверх которое у нас прошло с начала февраля и до начала марта как коррекцию в рамках вот этого тренда и уже текущая торговая ситуация текущий торговый паттерн он позволяет работать дальше на снижение по дексте от локального откатного уровня сопротивления 104 и 7 с целью на пробитие минимумов текущих которые мы с вами видели 103 и 5 и ниже то есть принципе краткосрочно смотрится смотрится на снижение либо с текущих либо еще какая-то коррекция у нас будет в рамках вот этого локального давления вниз но тем не менее неплохие предпосылки для дальнейшего снижения как я уже сказала краткосрочного по крайней мере а возможно и среднесрочного если дальше будут подтверждения соответствующие то есть дальше будем сопровождать нашу торговую позицию и смотреть что интересного нарисует рынок и будет ли он подтверждать шортовые дальнейшие перспективы по индексу доллара фунт доллар давайте посмотрим по фунту ребят на самом деле у нас рисуется лунговое перекрытие почему рисуется перекрытие потому что уже есть неплохие предпосылки для того чтобы работать на покупку по фунту импульс наверх который у нас прошел 9 10 13 марта импульс наверх который подтвержден последующей консолидации позиции последующим движением обратную сторону с перекрытием то есть здесь у нас есть уже самодостаточная торговая формация в лунг по фунт доллару которая в принципе перекрывает шорты которые были до этого шорты сначала месяца февраля нисходящее давление в сторону которого я ранее работал то здесь неплохо заработали на продажах и сейчас сейчас у нас подтвердился импульс подтвердилась ланговое перекрытие по фунт доллару поэтому по фунту рекомендую открывать покупки покупки но с текущих чуть опасно открывать потому что большой стоп получается стоп здесь нужно ставить ну как минимум поставить за коррекцию в районе 1 20 в рамках вот этого импульса роста локального который нас прошел 16 и 17 марта импульсное движение наверх импульсное движение наверх показала окончание коррекции локальная подтвердила вот эта вся комбинация подтвердила импульс ланговый защитный защита присутствует подтверждение защиты присутствует поэтому я считаю что уже есть достаточная информация для того, чтобы дальше работать в лонг против локальной тенденции, образовавшейся, и в сторону более длительной среднесрочной лонговой тенденции, которая у нас образовалась по фунт-доллару ранее. То есть мы можем видеть, что есть среднесрочная лонговая тенденция, довольно уверенная. После этого такая консолидация позиций в рамках небольшого ценового диапазона. В принципе, на нижнюю границу этого диапазона мы среагировали 1,1850 ценовая отметка. Но тем не менее, только если есть подтверждающий паттерн, только если есть подтверждающий момент, в таком случае я буду торговать и открывать соответствующие сделки. В данном случае подтверждающий паттерн перекрытия и подтверждение перекрытия нарисовались только после того, как мы увидели закрытие дневочки пятницы. Пятница показала поджатие наверх. Пятница у нас подтвердила реакцию на поддержку, на откатную поддержку 1,2030. Это для нас сейчас ключевой откатный уровень поддержки, на который мы ориентируемся, открывая покупки, потому что допускаем еще возможность коррекции до этой ценовой зоны. Тем не менее, перспектива какая? Перспектива на пробитие сопротивления 1.22 и выше. То есть, учитывая то, что формация уже сформированная, формация уже самодостаточная, формация показывает ланги, я рекомендую работать на покупку по фунт-доллару в ближайшей перспективе с целью на пробитие сопротивления 1.22 и следующая цель для роста техническая эрла. Это уровень сопротивления 1.24. Там уже будем смотреть, как инструмент будет двигаться, что инструмент будет показывать, будет ли он подтверждать дальнейшие ланги и так далее. То есть, будем дальше сопровождать нашу торговую позицию. Так, евро. Давайте посмотрим. По евро, ребят, рисковые ланги можно открывать. Почему рисковые? Потому что довольно сильный пролив вниз у нас произошел 15 марта. Такой шартовый импульс в сопротивлении 1.07.45. Сюда мы ушли на коррекцию в рамках тенденции краткосрочной, которая прошла с начала месяца февраля и продолжилась в первой половине месяца марта. Это попытка уйти наверх, но перекрыли ее. И сейчас, сейчас вот это движение четверг-пятница показывает, вернее, подтверждает вот это движение. То есть, у нас, в принципе, уже сейчас сформируется неплохая торговая ситуация для лангов по евро. Почему опасно? Потому что еще немножечко мы в давлении вот этого импульса находимся. Видите, еще импульс свою силу здесь играет на рынке. Импульс в среду, который прошел 15 марта. Но после этого импульса нет шартовой реакции, а наоборот у нас произошло поджать локальный цен наверх. Поэтому, скорее всего, уже есть комбинация, существует, вернее, комбинация для лангов, комбинация, которая показывает ланги по евро. Поэтому основное направление по евро-доллару на ближайшую перспективу, работаем на покупку. Нужно понимать, что ключевая поддержка 1.05.40, если пробиваем этот уровень поддержки, закрываемся ниже, у нас происходит отмена лангового сценария. Поэтому либо с текущих, либо еще какая-то коррекция у нас будет вот в рамках вот этих импульсов ланговых последующих, последних, вернее. И либо с текущих, либо от коррекции будем уходить на север. Цель для роста следующая 1.07.55, если и этот уровень будем пробивать дальше. Дальше у нас открываются замечательные перспективы для лангов по валютной паре евро-доллар. Так, доллар-франк, давайте посмотрим по доллар-франку. Интересная ситуация тем, что у нас очень сильные шартовые перекрытия образовались. Шартовые перекрытия. 9, 10, 13 марта. Три дня шартовых проливов вниз, три дня шартовых импульсов. После чего попытка уйти наверх, попытка перекрыть эти шарты. Но нет, ребята, у нас подтвердились только вот эти импульсы. У нас подтвердился шартовый паттерн. Шартовый паттерн текущий, который уже имеет достаточной информации для того, чтобы определить дальнейшее направление по доллар-франку как продажи. Продажи ниже откатного локального уровня сопротивления 0,9330. Здесь максимум коррекции, который мы с вами видели в среду 15 марта. 15 марта у нас сейчас характеризуется как выносный импульс. Это пока не заходной импульс. Этот импульс не подтвержден. Если он не подтвержден, он будет выносным. Выносный импульс, после чего движение вниз в сторону движения защитного. Локальное перекрытие подтверждает защитное. Таким образом, шартовый паттерн подтверждает дальнейшее шартовое направление по доллар-франку в сторону тенденции среднесрочных, которая у нас образовалась ранее до этого. Таким образом, можно предположить, что коррекционное движение наверх, которое мы с вами видели с начала февраля и в начале марта текущего года, это была коррекция в рамках давления вниз, в рамках основной тенденции шартовое по доллар-франку. Коррекция закончилась. Закончилась она потому, что она показала шартовый паттерн локальный, шартовый перекрывающий паттерн, который позволяет определить дальнейшие шарты по доллар-франку в сторону основной среднесрочной шартовой тенденции. Поэтому еще раз торговая рекомендация. Открываем шорт ниже откатного уровня сопротивления 0.9335, либо с текущих, либо еще какой-то. А будет у нас до набор торговой позиции, будет еще какой-то тест, возможно, этого уровня сопротивления. Но, тем не менее, сейчас уже можно направление четко определить. И это шарты с целью на пробитие поддержки, образовавшейся в районе 0.91 и ниже. Новозеландский доллар, давайте посмотрим. По Новозеландцу у нас на самом деле неплохая торговая ситуация для лонгов, но есть один момент. Значит, немножечко великоватый стоп получает. Если покупать с текущих, стоп-лосс нужно ставить за минимум коррекции, которую мы с вами видели в четверг. 0.6130 примерно ценовая зона. Поэтому для того, чтобы купить Новозеландию, ждем откатную дневочку, одна откатная дневочка, и покупаем. Стоп-лосс выставляем за минимум четверга. Ожидаем дальнейшего роста. В принципе, здесь тоже есть самодостаточный лонговый паттерн. Его, в принципе, достаточно для того, чтобы открыть покупки. То есть он показывает покупки. Но нужно четко понимать, что мы сейчас пытаемся торговать против локальной тенденции, против локального тренда, который у нас произошел точно так же, как и по остальным инструментам с начала месяца февраля. Но в сторону более крупной, более среднесрочной тенденции, лонговой, которая здесь присутствовала ранее. Поэтому текущая комбинация позволяет определить лонги, подтверждает дальнейшее направление как лонговое, в сторону среднесрочной лонговой тенденции. Скорее всего, что показывает окончание коррекции вниз. Вот это движение вниз было коррекцией. И, в принципе, вот этот торговый паттерн лонговый это подтверждает и показывает окончание шортовой коррекции и дальнейший рост по новоизландскому доллару с целью на пробитие сопротивления 0.6275 и выше. Ключевой уровень поддержки я обозначила 0.6170. От него работаем на покупку выше него. Открываем лонги в сторону основной среднесрочной торговой тенденции лонговой, которая у нас здесь присутствует по данной валютной паре. Ну, еще австралийс, давайте посмотрим, ребят, по австралийсу, что здесь интересного. Пока небольшое такое поджарство наверх, но, тем не менее, уже тоже есть предпосылки для того, чтобы дальше работать на покупку по OutUSD. У нас, во-первых, вот это движение наверх, которое прошло 13 марта, потом подтверждено, то есть оно подтвердилось по следующей комбинации. Вот это движение с подтверждением уже является собой самодостаточный лонговый паттерн, над которым можно работать на покупку. Плюс у нас нарисовалось такое V-образное движение, то есть вниз-вверх с пространством. Это значит, что дополнительная у нас такая есть здесь подтверждающая ситуация для дальнейшего роста. И то же самое, что и по остальным инструментам против краткосрочной тенденции с начала февраля, но в сторону основной лонговой тенденции, более глобальной, которая у нас присутствовала до этого по данной валютной паре. То есть тенденция лонговая заметна, тенденция лонговая здесь была очень сильная. И неплохие шансы, что мы уже завершили свою коррекцию, есть. То есть, по крайней мере, краткосрочно можно пробовать на покупку открывать данную валютную пару OutUSD. И цели для роста, ну, смотрите, техническая следующая цель 0,67-65, да и выше. В принципе, если будем двигаться дальше наверх, то у нас преград для роста нет, потому что все уровни, которые были у нас здесь ранее, все уровни, которые встречались ранее на этой локальной шартовой тенденции, они уже не актуальны, потому что они были актуальны, когда мы двигались вниз, когда мы снижались по OutUSD. То есть здесь эти уровни себя отрабатывали. Сейчас же у нас свободный рост, свободная, скажем, перспектива для роста. Никаких пока преград нет. Если будем дальше двигаться на север, я думаю, что шансы даже с такими хорошими, более среднесрочными перспективами у нас открываются. Поэтому ключевая поддержка, которую я обозначила, 0,620. Здесь уровень откатный. Ценовая зона поддержки, от которой работаем на покупку либо с текущих, либо еще какой-то донабор торговой позиции будет. Тем не менее, лонговый паттерн уже присутствует. Так, еще бы хотела рассмотреть USDCAD. Здесь тоже такая интересная ситуация у нас есть. Ну, смотрите, по USDCAD на самом деле, чем сложная ситуация? Это тем, что мы еще в сильном лонговом тренде, таком локальном находимся. Но, тем не менее, ситуация текущая, ситуация локальная, которая у нас определилась в виде шартового движения 13-14 марта, последующей коррекции до сопротивления 1,3790. А зажатие локальное вниз, которое было потом подтверждено, зажатие вниз подтверждено, показало, что импульс наверх от 15 марта – это коррекция. Это коррекция в рамках шартового локального давления. Коррекцию мы перекрыли, подтвердили перекрытие. Есть достаточный паттерн для продаж. Паттерн для продаж против краткосрочной тенденции лонговой, но в сторону среднесрочной шартовой тенденции, которая у нас была до этого. Но, в принципе, здесь, как вы видите, ситуация немножечко сложная тем, что, на самом деле, очень сильный рост здесь был, очень сильный рост вот этот, который мы с вами видели с начала февраля. Если сравнить с другими инструментами, да, то здесь рост довольно-таки такой был амплитудный. Но, тем не менее, локальная картинка показывает шарты. Среднесрочные перспективы я пока не буду озвучивать, но краткосрочно можно работать на снижение от сопротивления 1.3790 с целью на пробитие поддержки консолидационной 1.3685 и ниже. Друзья, это были свежие торговые рекомендации для вас на предстоящую торговую неделю. То есть, в принципе, уже ситуации подтверждены, есть хорошие торговые паттерны. По поводу моих предыдущих торговых идей по валютному рынку, значит, есть видео на моем YouTube-канале. Я записала в субботу, 18 марта, видеообзор с разбором своих торговых предыдущих позиций. Кому интересно, посмотрите. Анализ валютного рынка сделала, то есть там мне свои убыточные позиции рассказала и проанализировала. Поэтому, кому интересно, посмотрите. На моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер» вся эта информация есть, все видеообзоры есть. Также я напомню, что вы можете подписываться на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер» для того, чтобы получать от меня хороший, качественный контент с аналитикой, с торговыми идеями. По основным финансовым инструментам я рассматриваю как валютный рынок, так и криптовалютный рынок, фондовый рынок, фондовый индекс металла, товарно-серийевой рынок. Все рынки рассматриваю в рамках своей авторской торговой стратегии «Защитный трейдинг». И эту торговую стратегию использую как для торговли, так и для анализа рынка. Не постфактум даю вам торговые идеи, торговые рекомендации. На моем YouTube-канале есть много интересных информаций, интересных моментов, как с анализом рынка, как с торговыми идеями, так и с разбором моих сделок, как прибыльных, так и убыточных, поэтому подписывайтесь и получайте всегда вовремя хороший, качественный контент от меня, как обучающий, так и с торговыми идеями. Также напомню о том, что есть открытый телеграм-канал у меня «Мария Кухтотрейдер». Также подписывайтесь, если вы еще не подписались. Там я регулярно делаю апдейты своих торговых предыдущих идей. Делаю, значит, какие-то интересные моменты с разборами для трейдеров. Разборы моих сделок, разборы сделок учеников показываю. Также можете это использовать в своей торговле, в своем анализе для себя. Поэтому подписывайтесь и будете получать неплохой контент для трейдеров. Поэтому, ребят, еще раз спасибо за просмотр. Если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на Telegram-канал. Если желаете получать от меня больше торговых идей, вы можете подписаться на мой закрытый канал сигналов. Также напомню, что я провожу курсы обучения. Курсы обучения в рамках моей авторской торговой стратегии «Защитный трейдинг». Все моменты интересные по моей стратегии рассказываю на курсах обучения. Кому интересно, пишите в личку. Все мои контакты есть под видео, поэтому еще раз, есть вопросы, обращайтесь ко мне лично. Желательно в Telegram, контакты под видео. Всем хорошего дня, друзья. Спасибо за ваши предыдущие комментарии и вопросы. Жду от вас свежих реакций, жду от вас следующих вопросов, комментариев. Задавайте, жду от вас фидбэка. Хорошего дня и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok